Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Сначала хорошие новости. Люди, следящие за политикой, сходятся во мнении, что демократы на грани унизительного провала на промежуточных выборах. Очень вероятно, что демократы потеряют обе палаты в Конгрессе. И это только начало их страданий. Согласно опросам, даже регионы, в которых Джо Байден с большим отрывом лидировал в 2020-м, вот-вот отвернутся от него и его партии. Совсем скоро Нью-Йорк может получить губернатора-республиканца. На последних выборах в Нью-Йорке Байден выиграл с перевесом в 23 пункта. Мы видим то, что политологи называют перестройкой. И здесь нет никакого секрета. Демократы провалились. Окончательно. Никто в американской истории не управлял страной хуже, чем неолибералы в настоящий момент. Они беспощадны, нетерпимы и насквозь коррумпированы. Но прежде всего они некомпетентны. Менее чем за два года, и это не преувеличение, они довели страну до дна. Разрушив нашу экономику, осквернив нашу армию и открыв границы США для пяти миллионов нарушителей закона. Причиненное ими разрушение трудно описать. Так что, конечно, последствия будут. В стране с демократическими выборами, как эта партия может сохранить власть? Честно, мы не знаем. Может, Джо Байден знает? Недавно Байден отправился к станции Юнион Стейшн в Вашингтоне. Построенная Тедди Рузвельтом более ста лет назад, Юнион Стейшн была самым красивым общественным зданием многие поколения. При Джо Байдене она стала лагерем бездомных. Слишком отвратительной и слишком опасной даже для Старбакс. Стоя у памятника своим собственным провалом, Байден взялся за привычное дело. Гавкать на нас за наши моральные промахи. Парень, принимавший душ с дочерью, говорит вам, что вы плохие. Сегодня наша тема — демократия. Вот, оцените. Сейчас эти крайние мага-республиканцы хотят поставить под сомнение легитимность не только прошедших выборов, но и выборов настоящих и будущих. Крайние мага-элементы республиканской партии, которых, как я уже сказал, меньшинство, но они движущая сила, которая пытается добиться успеха там, где они провалились в 2020-м, подавить права избирателей и разрушить саму электоральную систему. Это очень странно, если подумать. И так осталось совсем немного до того момента, когда демократическая партия ожидаемо понесет огромные потери на промежуточных выборах. И вот лидер этой партии, Джо Байден, приказывает вам не жаловаться по поводу результатов выборов. И почему же? Давайте посмотрим. Вот Джо Байден говорит вам, что благодаря изменениям, которые демократы внесли в нашу систему голосования, изменениям, которые упростили возможность подтасовки, мы можем несколько дней не знать результаты. Но не волнуйтесь, все кристально честно. И прежде всего не задавайте вопросов, иначе вы преступник. Смотрите. Мы хотим, чтобы американцы голосовали. Мы хотим, чтобы каждый голос был услышан. Сейчас мы должны двигаться вперед. Мы знаем, что все больше людей в Америке голосуют досрочно или по почте. Мы знаем, что многие штаты не начинают подсчет этих голосов до закрытия избирательных участков. Это значит, что в некоторых случаях мы узнаем победителя спустя несколько дней после выборов. Подсчет всех бюллетеней в законном и организованном порядке занимает время. Для граждан всегда было важно быть информированными и вовлеченными. Сейчас для них также важно быть терпеливыми. Вот как это должно работать. Что это? Что здесь происходит? До выборов осталось совсем немного. Байден мог бы произнести, произнес бы в нормальных обстоятельствах, речь о своей политике и как она улучшила вашу жизнь. Он попробовал бы убедить вас, что эта страна в лучшей форме, чем кажется. Иными словами, он мог бы привлечь ваши голоса, говоря о своих достижениях. Вот что делают политики в работающих демократиях. Они пытаются убедить вас поддержать их, основываясь на том, что они для вас сделали. Вот демократия. Это совсем не то, что сделал Джо Байден. Вместо этого Байден приказал вам принять результаты выборов. Не важно, когда они появятся, не важно, какими они будут. Это странно. И это не внушает уверенность. К сожалению, происходящее здесь является версией того, что произошло в Бразилии. Согласно официальным подсчетам, осужденный преступник и убежденный социалист Лула Дасилва победил действующего президента Жаира Болсонара с небольшим перевесом. И тем не менее, миллионы бразильцев, миллионы, не верят, что это правда. Сам Болсонара не признал поражение. По всей Бразилии проходят протесты, сейчас вы видите некоторые из них. Есть сомнения, все ли голоса были подсчитаны, почему так много бюллетеней выброшено, и не было ли нарушения закона в ходе выборов. Мы не можем судить об этом, но если вас волнует демократия, если вы думаете, что процесс важнее всего, тогда вы рассмотрите эти предположения, а иначе это не демократия. И что интересно, и может повод для беспокойства здесь, в США, вам больше нельзя задавать вопросы о выборах в Бразилии. И вам нельзя спрашивать, потому что администрация Байдена этого не хочет. Это правда. Ютюб, который уже несколько лет работает как оружие администрации Байдена, объявил, что будет запрещать любые посты в Бразилии, ставящие под сомнение результаты выборов. Бразильские суды также отвергли любые расследования. Судья Верховного Суда Бразилии запретил соцсетям публиковать любые посты, ставящие под сомнение результаты. Тотальная цензура, в кавычках, демократии, запрещающая людям задавать вопросы о том, как эта демократия работает. Почему вам нужно беспокоиться? Бразилия далеко, но по двум причинам. Во-первых, результат этих выборов будет определять степень влияния Китая на западное полушарие. Если Балсонара признают проигравшим, и до сил во станет президентом Бразилии, левое правительство, лояльное Китаю, вне нашей сферы влияния, будут контролировать всю Южную Америку. Бразилия была последним оплотом, а также это крупнейшая и самая значимая страна в Южной Америке. Балсонара в одиночку противостоял тотальной гегемонии Китая в регионе. Это наши полушария, это важно. Но вторая причина в том, что жесткое подавление свободы слова, последовавшее за сомнительными выборами в Бразилии, результат политики нашей страны. Администрация Байдена вмешивается в выборы в Бразилии. Точка. Она уже объявила, что Балсонара проиграл, и затем пригрозила ему последствиями, если он попробует оспорить результаты выборов в своей стране. Госдепартамент Байдена обнародовал заявление, что поражение Балсонара, цитата, «усилит доверие демократическим институтам». Правда! Это выборы, которые оспариваются, демонстрации на улицах доказывают это, которые не проверялись, которые, похоже, не могут быть проверены. И вам нельзя говорить об этом. Как это восстанавливает вашу веру в институты? Нет. Только одна вещь восстанавливает вашу веру, и это прозрачность. Когда люди что-то скрывают, вы невольно думаете, что у них есть на это причина. Когда правительство что-то скрывает, можете не сомневаться, они врут. Точка. Но с точки зрения американцев, почему администрация Байдена вмешивается в иностранные выборы? Это защитники демократии, которые верят в свободные и честные выборы. Они не должны совать нос в чужие дела. Но они вмешиваются. Постоянно. Несколько лет назад Ториа Нуланд, которая подпитывает нашу войну против России, публично призналась, что спланировала переворот на Украине. Наказали ли ее? Нет, ее повысили. Она по-прежнему в госдепе. Это заставляет вас думать над тем, что мы делаем в Бразилии. Администрация Байдена ненавидела последнего президента Бразилии по политическим причинам, которые не имеют ничего общего с интересами Америки, но имеют много общего с глупым либерализмом, который определяет их взгляды. В прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс поехал в Бразилию и предупредил высокопоставленных чиновников, что Балсонара не должен оспорить результаты выборов. Секундочку. Для чего главе ЦРУ ехать в Бразилию и читать бразильцам лекции об их же выборах? Разве это не вмешательство? О, да. Через месяц после визита главы ЦРУ Верховный суд Бразилии заключил под стражу на неопределенный срок нескольких сторонников Балсонара без суда. Что они сделали, в чем их преступление? Они, цитата, «атаковали бразильские институты» в своем личном общении. Они подорвали уверенность в честности выборов, так что отправились в тюрьму. Это шокирует. И больше всего шокирует не только коррупция. В стране Латинской Америки это данность. Шокирует то, что администрация Байдена поощряет это и усиливает, и пытается сделать то же самое здесь. Мы видели анонс этого в США после 6 января. В Бразилии сейчас мы видим эскалацию, и администрация Байдена поддержала это, приложила к этому руку. Через несколько часов после спорных выборов людям запретили говорить о них. Естественно, вспыхивает уличное насилие, отрицающих итоги выборов убивают. Почему? Можете представить себе другой результат? При отсутствии прозрачности, что заполняет пустоту? Теории заговора! Если вы хотите, чтобы люди верили в правду, скажите им правду. Хватит ее скрывать. Такая демократия не работает. При работающей демократии вам не просто разрешают задавать вопросы о выборах, вас поощряют к этому. Потому что это ваше правительство. Такого понятия, как отрицание выборов, нет в свободном обществе. Это называется свобода слова, вы высказываете свои мысли. Точка. И все же наши СМИ, которые должны защищать свободу слова, делают все возможное, чтобы подавить ее. Как смеете вы задавать вопросы о грядущих выборах? Почему они так говорят? Это зловещий знак. Вот Али Вельши из NBC. Смотрите, как он объясняет, что если вы голосуете за республиканца Дага Мастряна в Пенсильвании, вы уничтожаете демократию через голосование? Смотрите. Из этих кандидатов, отрицающих выборы, это они на экране, 173, вероятно, выиграют свою предвыборную гонку, в то время как 52 остальных соревнуются, и у них есть шансы победить. Их коллективная победа может иметь катастрофические последствия для американской демократии. Через пару лет, когда мы удостоверимся в результатах выборов 2024-го, такие люди, как Лейк и Финчем в Аризоне, Мастряна в Пенсильвании и более 150 членов Конгресса, посеявшие семена сомнений по поводу легитимности победы Джо Байдена, вероятно, они будут иметь власть, чтобы оказывать большое влияние на будущие выборы. И что они сделают с этой властью? Это то, о чем избирателям нужно подумать уже сегодня. Прежде всего, если у людей есть вопросы по поводу последних выборов, или 6 января, или того, что случилось в доме Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, есть очень простой способ положить этим сомнениям конец, покончить с теориями заговора. Просто предъявите доказательства. Покажите нам факты. Если людей беспокоят данное голосование в конкретном штате, прежде всего у них есть право потребовать доказательства, доказательства, что выборы были честными, более того, люди обязаны спрашивать, потому что свободная и честная система возможна, если всем разрешено задавать вопросы и требовать реальные ответы. Если вы предлагаете какую-то сумасшедшую историю о том, что случилось в доме Нэнси Пелоси, вместо того, чтобы кричать и оскорблять людей, называя их заговорщиками, опять Алекс Джонс, просто покажите запись с полицейской камеры, это так трудно. Если вы думаете, что 6 января происходило что-то странное, хорошо, это не ваша вина. Может, это вина тех, кто скрывает тысячи часов видеодоказательств. Почему их не обнародовали? Ответственность лежит на них, а не на всех остальных. Мы не сумасшедшие, это вы лжецы. Задавать вопросы — это нормально. Точка. А если это запрещено, значит страна тоталитарная. Субтитры создавал DimaTorzok